Равнясь, гол на право повернули. Смирно. Здарова дневали, господа кадеты! Слава Богу! Ох, отлично! Командует парадом казак Вадим Недоступ. Ученики Вензелинской школы два раза в неделю погружаются в казачью культуру и традиции. Сегодня занятие шашками. Рубим сверху. Раз, два. Рубим, рубим. Раз, два. Кали! Ха! Отлично! Ну-ка, громче! И... Руки по швам! Я впервые сегодня попробовала помахать шашкой. Это было трудно, но у меня получилось. Казак должен уметь сидеть хорошо в седле, владеть оружием и защищать свой дом. Хочешь всему этому научиться? Да. Проходим по школе, все здороваются, подбегают, спрашивают, когда занятия, когда можно прийти. Мне кажется, было бы больше занятий. То есть у нас два занятия в неделю. Было бы больше, ходили бы хоть каждый день. В программе патриотическое воспитание, огневая, строевая подготовка и уроки фланкировки. Детям будут преподавать историю казачества и православия. Учебный план согласован с управлением образования Тюменского района. В школах, как правило, одни женщины. И кружки ведут женщины. У нас очень мало мужчин. И когда казаки просто шли по коридорам школы, мы видели, как восторженно смотрели дети на них, оглядывались. Поэтому я думаю, что это то, что надо сейчас нашим девчонкам и мальчишкам, потому что девочки идут. Здесь есть дуга, и в эту дугу надо вставить крышку. Алисе Романовой 10 лет. Собирать и разбирать автомат Калашникова девочек учат наравне с мальчиками. Казачки, они верные жены, они не уйдут. Они будут всегда с детьми, с мужем. Хотелось бы такой быть. Хлопцы и девицы должны быть крепки не только духом, но и силой. Занятия самбо также входят в курс молодого казака. Инициативу школьной администрации поддержали и родители. Я всегда с самого детства очень любила казаков. Просто обожаю лошадей. И мне всегда очень хотелось, чтобы мой сын был казаком. Я надеюсь, что он будет им. Мы их сейчас учим, знакомим с казачеством. Потом, когда им исполнится 18 лет, они пополнят ряды Тюменского городского казачьего общества. То есть именно у нас цель-то на будущее. В планах казаков зайти с проектом во все школы Тюмени. А летом организовать большой казачий лагерь на хуторе Кречет. Анастасия Лизаревич, Дмитрий Бурматов, Тюменская служба новостей.